всем привет меня зовут сергей вы находитесь на канале ментал тв здесь я изучаю невербальное поведение человека и стараюсь делать вашу коммуникацию немного безопаснее предыдущих выпусках разборов интервью дудя я всегда рассматривал острые вопросы и как люди на них реагируют из-за этого у некоторых складывается впечатление что я рассматриваю только негатив и как будто они только и делают что стрессуют да врут очевидно это не так но тем не менее сегодня выпуске я решил рассмотреть поведение человека который отвечал спокойно уверенно и честно хоть это и чувствуется интуитивно я все же хотел бы показать как это проявляется в невербальном поведении уверен что многим из вас это было бы полезно кстати а вы продолжаете тренировать свой мозг по моим рекомендациям я уже давно не упоминал о сервисе которую в этом помогает за последнее время к нам добавилось больше людей поэтому по совету это онлайн платформу еще раз викиум создает индивидуальную программу для ваших потребностей и помогает развить те навыки которые вам необходимы полезный сервис которым пользуются уже многие наши подписчики ссылку на него и оставлю в описании перед тем как приступить к анализу я посмотрел другие интервью и видео с участием алексея и постарался определить базовую линию поведения и тип личности поэтому проведем и визуальную психодиагностику одежда выбрана для удобства не пытается ей что-то продемонстрировать не является показателем вкуса выбрана довольно просто и обычно мимика адекватная соответствует контексту но больше преобладает спокойный где-то печальный задумчивый и добрый взгляд жесты сдержанные плавные умеренные неразмашистые несмотря на то что многие может показаться что многие руки скрещены тем не менее поза выбрана для удобства без наигранности не чувствуется напряженности расслаблен и свободен движениях речь не громкая и неактивная тем не менее уверенная дикция поставленная хорошо формулирует и доносит свои мысли очень часто приводит примеры жизненных ситуаций которые передают чувства с мельчайшими подробностями и желанием донести правильность мыслей и свою точку зрения а моя жена говорит что лучше оригинал кто прав у довольно чувствительный человек сопереживающий другим сентиментальный не получилось с детьми а а я ее так люблю что его мышление и разговоры о вещах часто затрагивают именно эмоциональный и абстрактный аспект у него есть какая-то внутренняя какое-то внутреннее содержание которое он держит в голове и это внутреннее содержание вызывает уважение поймите моя задача разных раскачать маятниках восприятия максимально широко если и проявляет строгость то только в уместных для этого ситуациях об этом он упоминает сам когда говорит что детей не ругает на людях хоть и немного слукавил и вообще не орум при людях на них без сомнения делаю это только дома исключительно любовь и семья игра для него важную роль часто упоминают супругу и говорит о любви к ней я мечтаю гордиться своими детьми и мечтаю умереть женой в один все эти характеристики дают мне предположить что алексея преобладает эмотивный тип личности которому присущи слабая нервная система на основе этой информации мы можем понять логику его поведения в той или иной ситуации поэтому от этого мы и будем отталкиваться при дальнейшем невербальном анализе алексей создает впечатление спокойного и уверенного человека у которого есть свои принципы смелости высказывания взгляда на те или иные вещи которые присущи уверенным людям несмотря на жесты которые некоторым после прочтения определенных книг может показаться признаком неуверенности на самом деле это не так при уверенности у человека будет видно напряжение но алексей же расслаблен и такая поза просто удобно в этой ситуации возможно даже является базовой линией так как часто используют похожие расположения и у него вы не заметите лишних движений или ходьбы с ноги на ногу и так далее кстати если посмотреть на дудя то его поведение отличается но это не потому что он не уверен себе а потому что его тип личности отличается у него активная и подвижная нервная система нормальных ситуациях ему не привычно просто стоять ему необходима какая-то активность это проявляется в дополнительных движениях смены положений пост подергивание рук стоп это также проявляется и в голосе он гораздо ярче и громче и нельзя сказать что это признак его неуверенности или что-то такое это его базовое линии поведения которые присущи его типу личности и мы видим наглядную разницу между ними бывают моменты когда он спокойно себя ведет но это происходит достаточно редко и в моменты смены эмоционального состояния загруженности или усталости еще одно проявление уверенности которая сразу бросается в глаза это скорость и краткость ответов на вопросы можете ли вы сказать то же самое про бандитский петербург нет не могу при этом вы не очень любите я не очень люблю это почему как мне кажется обычный человек который не уверен себе перед каждым ответом будет задумываться отвечать многосложными предложениями всячески уходить от ответа отводить взгляд эмоции будут не согласовываться с контекстом и в этом состоит отличие от человека который уверен себе от неуверенного он уверен в своих мыслях он знает что говорить он не боится показаться смешным или нелепым он имеет внутренний стержень даже на такой достаточно провокационный вопрос об алкоголе он ответил сразу неразумовая еще отличие уверенного от не уверенного человека является также честность честность в данной ситуации может быть по двум причинам либо ему не важно что подумают другие люди либо он понимает что врать не умеет и это будет выглядеть нелепо вы пьете да как часто ну когда работаю почти не пью когда не работают с друзьями достаточно часто это в какой-то момент снялась проблема что вы забухивали да нет кстати если остановиться на этом моменте поподробнее то можем увидеть пример того когда человек утаивает факты вы пьете да на первый вопрос он отвечает коротко и утвердительно что очевидно является правдой как часто ну когда работаю почти не пью когда не работают с друзьями достаточно часто на следующий вопрос можно увидеть неоднозначное микровыражение поджатых губ в данном контексте это означает обдумывание ответа его глаза смотрят сквозь собеседника вдаль он как бы переносится в те моменты и говорит то что вспоминает при этом вербально повторяет свои слова кивками это в какой-то момент снялась проблема что вы забухивали да нет но на третий вопрос мы видим несколько сигналов которые вызывают сомнения в правдивости этих слов для начала глубокий вздох который характерен для ситуации который вызывает беспокойство реакция организма на стрессовую ситуацию вспомните когда вам друг или другой человек задают вопрос который может вызвать у вас стресс или волнение вы не хотите на него отвечать или вызывает беспокойство по другим причинам если понаблюдаете то заметите в себе повышенное количество вдохов и выдохов это проявление вегетативной нервной системы и реакция на стресс далее после микровыражения которое появилось после обдумывания вопроса появляется другое микровыражение где можно заметить асимметрию рта вместе с приподнятой верхней губой что является смесью эмоций отвращения и презрения вместе с прищуриванием глаз который также подтверждает проявление негативных ощущений плюс ответ да нет является эмблемой неуверенности в том что говоришь после фразы можно заметить подергивание скул что также означает напряжение и контроль негативных эмоций я не пытаюсь обвинить в чем-то алексея если и были негативные моменты в этом вопросе то он имеет полное право это не разглашать этот пример был предоставлен больше для вас чтобы вы примерно понимали как происходит рассогласование слов и эмоции при ответе на вопросы что может являться признаком неправдоподобности когда эмоции придут негатив но словами это никак не выражено то можно сделать вывод о предмете мыслей если негатива не было то почему эмоции это проявляют если ответ предполагает короткий формат да или нет то он звучал бы так как ответ на первый вопрос где отвечает правдиво быстро и кратко как он собственно и отвечает на следующие вопросы юрия что вы любите больше смысле алкоголь напиток водку то есть это просто застолье с застолье с хорошей едой с хорошей закуской с холодной ледяной водкой с хорошей с хорошими собеседниками да вот так также еще хотел бы обратить ваше внимание что алексей часто поддерживает контакт глаз он в редких случаях отводит глаза только при продумывании ответа и его эмоциональной передачи что также является признаком его уверенного поведения люди которые не уверены в себе испытывают напряжение и дискомфорт когда смотрят другому глаза ставьте кстати лайки если используете лайфхак и смотрите между бровей чтобы создалось впечатление контакта глаз конечно возможно бывает и исключение но основываясь на свой личный опыт человек который избегает взгляд собеседника то это означает то что его значимость по отношению своей собственной выше и наоборот если человек без труда смотрит другого то значимость либо равна либо выше ну встречаясь люди которые всегда смотрят в сторону и очень редко глаза несмотря на то кто перед ним находится это их базовая линия поведения и нельзя сделать однозначный вывод только по этому признаку что это человек не уверен себе а какие вам встречались случаи жизни уверенного или не уверенного поведения делитесь опытом в комментариях если вы хотите увидеть детальные разборы некоторых моментов из этого интервью то подписывайтесь на мой инстаграм я пожалуй размещу их там для тех кому это будет интересно попробуйте также почитать сколько раз выпуске было произнесено слово уверенности в разных склонениях и пишите ваши результаты в комментариях хочу также напомнить что 2 апреля начинается мой практический онлайн курс и если подробнее хотите изучить тему профайлинга психотипов и получить практику то приходите по ссылке в описании предлагайте тему также для будущих выпусков в комментариях а если вам понравился этот выпуск то ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые выпуски следите за людьми и не оставайтесь в руках скоро увидимся